Всем привет! Сегодня снова у нас портативный компрессор. Наша любимая новинка последних месяцев. Это супер вариант для заправки PSP пневматики. Быстро, надежно, удобно и самое главное габариты. Габариты очень маленькие относительно других компрессоров. В прошлом обзоре мы заправляли этим компрессором винтовку от автомобиля, а сегодня мы покажем с помощью специального блока, как заправить ее от сети 220 вольт. Для этого нам нужен компрессор, специальный блок питания, который подсоединяется к сети, ну и собственно винтовка GTK 290 EVANIX. Очень серьезная штука, автомат. Сейчас компрессор отключен от сети. Если бы он был подключен, но кнопка пуск даже не была нажата, автоматически срабатывают супер мощные вентиляторы. Это не позволило бы мне говорить, к сожалению, но зато температура этого компрессора в рабочем режиме никогда не поднимается выше 40 градусов. Там нет водяного охлаждения, но два мощнейших воздушных вентилятора справляется просто на пять. Ну и так собственно приступим. Я попрошу оператора подключить сейчас к сети. Вот сейчас мы слышим, как они заработают после сигнального звука. Берем штуцер, который идет в комплекте винтовки. Собственно, он здесь надо с расъемным приклинированием. Сейчас по манометру мы будем отслеживать скорость заправки этой винтовки. Это не получилось. Продолжение следует... ... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, собственно, все у нас получилось. Отлично. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воздух из резервуара самого компрессора и осушитель. Когда воздух полностью справился, можно уже его таснуть туда. Сейчас наш оператор выключит вентилятор, и я расскажу некоторые нюансы. Первый нюанс. Оператор хотел выключить уже камеру, когда не увидел движения на манометре после включения компрессора. Объясню почему. Здесь уже было в районе 160-150 атмосфер давления. И вначале компрессор должен сравнять давление внутреннее с давлением, которое находится в резервуаре. И после этого только уже приступил к повышению давления. Но это достаточно быстро получилось. Вы это на видео сможете увидеть. Очень хорошая штука. Жалко, температуру мы не увидели. 29-30 градусов. Все, больше не поднимется. Это просто супер, на самом деле, вариант. Никаких насосов. Я бы уже сидел здесь весь потный и уставший, и стрелять мне бы уже не хотелось. А эту штуку вы купили, поставили и стреляете от души. Покупайте их в Охотника.нет. Они пользуются очень хорошей популярностью. Продолжение следует... Продолжение следует...